Жители республики высказались за прямые выборы глав муниципалитетов. Результаты общественных слушаний представили на заседании Общественного совета при главе Чувашии. Кроме этого, эксперты обсудили и ситуацию на рынке труда. Подробности далее. Общественные слушания по вопросам совмещения полномочий глав местного самоуправления, руководителей администрации муниципалитетов и их выборности проводились в начале года в каждом муниципалитете. Учитывая предложения и рекомендации граждан, являющимся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, пределы которой проводились, эти общественные обсуждения, следует отметить, что большинство участников высказали за выборность главы города и главы администрации в одном лице. По словам Натальи Портасовой, жители муниципалитетов считают, что выборность глав более демократичная процедура. Но все равно необходимо продолжить обсуждение этой темы в районах и городах Чувашии. Олег Николаев предложил подключить к этому средства массовой информации и соцсети. Вопрос выборности глав будет обсуждаться и в Государственном совете. Депутаты, изучив общественное мнение, примут решение об изменении закона о выборах в Чувашской республике. На заседании Общественного совета также обсудили вопрос подготовки кадров для экономики региона. Согласно исследованию, в котором приняли участие более 900 предприятий и организаций, на рынке труда есть диспропорция. Сокращается число работников, но растет число вакансий. Больше всего их в обрабатывающих производствах, образовании и ЖКХ. Самыми востребованными профессиями в 2020 году были слесарь, водитель, швея и повар. В республике по-прежнему переизбыток бухгалтеров и юристов. Ректор Чигу Андрей Александров решение проблемы видит в ранней профориентации. Мы на это в последние годы, на вот эти вызовы реагируем следующим образом. Вот у нас инженерные классы, Андрей Евгеньевич Макушев присутствует здесь, у них в университете агроклассы, хорошо работающий проект, мы с ним прекрасно знакомы. В педагогическом университете педагогические классы, профильные, но сколько их возникает вопрос. Можем ли мы очно, ногами, лично присутствуем охватить все сотни и сотни школ Чуваши? Конечно же нет. Поэтому здесь стоит вопрос, конечно, онлайн-охвата и подготовки программ для профильных классов. По мнению руководителей вузов, необходимо проводить ежегодный мониторинг востребованности кадров, организовывать целевой набор по направлениям. На совещании также прозвучало поручение членам общественного совета почаще встречаться на местах, чтобы помочь в решении проблемных вопросов. По тем обращениям, которые приходят и лично ко мне, и через Центр управления регионами по социальным сетям, видно, что население волнует вопросы совершенно в разной сфере. Это только добавит глубину проникновения нами всеми в проблематику вопросов, которые происходят в общественной жизнедеятельности, в различных муниципалитетах, и тем самым позволит где-то, может быть, принимать более такие содержательные, более выверенные решения. Татьяна Молокова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.